В 2014 году застройщику Юрию Аганяну было выдано разрешение на строительство 53-этажных домов. По факту во многих домах оказалось от 5 до 7 этажей. Кроме того, неоднократно допускался прорыв магистрального водопровода, проходящего через стройплощадку. В результате без воды регулярно оставался целый район. Суд обязал Аганяна выполнить противооползневые работы. Предписание застройщик проигнорировал. Все это и стало причиной отзыва разрешения на строительство. К тому же деньги сдольщиков Аганян собирал по предварительному договору долевого участия, учитывая имеющийся запрет на привлечение средств граждан. А это очередное нарушение законодательства. Кредиторам администрация рекомендует писать заявление в полицию о мошенничестве. Само же руководство курорта ищет пути выхода из банкротства жилого комплекса «Курортный». На первом собрании кредиторов Анатолий Пахомов представил нового инвестора и рассказал о помощи, которую мэрия готова оказать для того, чтобы 434 семьи поскорее въехали в свои квартиры. Сейчас новому застройщику придется сделать проект. Естественно, что дома, которые у него построены под линией электропередач, придется сносить. Мы, администрация города, гарантируем, что мы поможем в плане того, что будет утвержден новый проект, по сути дела, который пройдет экспертизу. Естественно, при выполнении всех норм и правил, в том числе правил застройки города Сочи. Новый застройщик, который считается на курорте одним из самых надежных, озвучил обманутым дольщикам свои планы по достройке проблемного объекта. План такой, если мы договоримся в те дома, которые, чтобы вы в первую очередь получили в своей площади, те, кто в 35-м, в 40-м доме, в этих тех, которые уже построены, в первую очередь будем доводить их до конца. Ту квадратуру, которую вы приобрели, на нее уже согласились в тех домах, которые уже построены. Обязательства предыдущего застройщика Нунаев выполнит, но для этого ему необходим новый проект. Безучастными не останутся и сами обманутые дольщики. Объект необходимо обеспечить инфраструктурой, поэтому на встрече с кредиторами присутствовали и руководители предприятий жизнеобеспечения курорта, которые готовы выступить подрядчиками. Очень приятно, что администрация стала заниматься проблемами дольщиков. И то, что сейчас они находятся здесь, в зале, и, в общем-то, этот зал предоставлен при содействии администрации. Это очень важный и очень позитивный момент. Хотелось бы, конечно, чтобы они действительно вот так, последовательно, как сегодня, один за другим подтверждали свои намерения и своими действиями. Публично заявив, что они намерены помогать застройщику, хотелось бы, чтобы они сдержали слово. Разрешение на строительство ЖК-курортного у застройщика должно быть уже на следующей неделе. Ну а следующая встреча с дольщиками намечена на 14 сентября. В этот день планируется утвердить новую дорожную карту.